Всем здравствуйте! Сегодня 16 апреля 2019 год и уже через несколько дней, а именно 21 числа у нас в Украине будут президентские выборы второй тур. Как вы уже знаете, во второй тур нас попали два кандидата. Это Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Ни за первого, ни за второго в первом туре я не голосовал. Я отдал свой голос за Анатолия Гриценко, за человека, который мне импонирует, которого я четко понимаю и который удовлетворяет всем запросам, которые я предъявляю к такой персоне, как кандидат в президенты. Но я оказался в меньшинстве, мой кандидат попал только в пятерку лучших, поэтому Зеленский и Порошенко. Вот эта вот пара, которая попала во второй тур, меня поставила немножко небольшой тупик. Теперь объясню. Дело в том, что в первом туре я за Порошенко не хотел голосовать и не хочу отдавать свой голос за действующего президента во втором туре. Почему? Потому что у меня к Порошенко есть довольно много вопросов. Я не буду останавливаться на всем том, какие у меня к нему есть претензии. Я останавливаюсь только на одном моменте, который он недавно, кстати, озвучил. После того, как завершились, первый тур выборов завершился, он выступил перед обществом и заявил, что он увидел реальное состояние вещей, он понял, насколько низок уровень доверия общества к президенту, и он заявил, что он все понял, он из этого сделал выводы, он будет из этого делать выводы, он будет меняться, он начнет менять и реализовать другую политику, в том числе и кадровую. То есть он хочет меняться. Но по этому поводу у меня логически возникает два вопроса. Если глава государства в течение пяти лет делал не то, что от него хотят и ожидают люди, вопрос, зачем нам тогда этот президент нужен, если он такой некомпетентный. Или другой вопрос. Если президент в течение пяти лет в своей конденции знал, что от него хотят люди, но не делал этого, не отвечал их запросам, тогда зачем нам такой президент нужен. И последнее. У меня к институту президентства и к институту и к должности президента большое уважение, но только к должности. Если говорить о Петре Порошенко как о человеке, мне кажется, что у него, к нему точнее даже можно сказать так, можно к его поведению политики, можно прикрепить одно такое, знаете, такое высказывание. Врет и не краснеет. Мне кажется, что он очень любит красиво, очень красиво, он красноречивый, умный политик с большим опытом. Он красноречиво может что-то рассказать, он может очень красиво пообещать, но он этого не сделает. Вот у меня как бы по Порошенко такое мнение. Теперь по Зеленскому. В первом туре я не голосовал за Зеленского по той причине, что я не знал who is Mr. Зеленский. То есть я не знал, кто такой Зеленский. Потому что он не озвучивал программу свою, он не делился планами, он не рассказывал, какая ему будет команда, он не давал интервью. То есть он был такая темная лошадка, он был образом, который есть в телевизоре, который он создал. Поэтому люди за него проголосовали. Мне это не очень нравилось и продолжает не нравиться, поэтому у Зеленского, чтобы я отдал за него голос до 21 числа, есть время, чтобы дать мне четкие посылы, дать четкую информацию, что мне от него ожидать на посту президента. Для меня, например, не проблема, что у него нет опыта. У меня нет как бы никакого диссонанса в том, что он там не знает и не имеет политической какой-то карьеры, политического опыта. Это вообще не проблема. Это вообще не проблема. Но я должен знать, что мне ожидать вот этого человека. Я надеюсь и я думаю, что если изберут Зеленского, то большой разницы и что-то хуже не произойдет, нежели будет дальше Порошенко, потому что я Порошенко не верю. А вот от Зеленского я хочу узнать четкий посыл. По выборам. 21 числа я на выборы и пойду, потому что это мое конституционное право. Я хочу им воспользоваться. И у меня там есть как бы два варианта. Или испортить бюллетень, или проголосовать за Зеленского. Вот у меня как бы есть два шанса, и у меня есть время до воскресенья. И последний момент, на котором я хотел бы акцентировать ваше внимание. После окончания второго тура выборов, у нас люди поделились на два лагеря. Одни приверженцы Порошенко, другие приверженцы Зеленского. И вот этих два лагеря между собой начинают настоящую войну. Поливают друг друга, ну давайте я скажу, грязью отборной. Просят удалиться из друзей тех, кто приверженец другого кандидата. Одним словом, доходит до маразма. У меня просто вопрос. Люди, почему вы не включаете свои серые вещества, и так просто беззаветно верите политикам? Потому что политик это, особенно если политик не первый год в политике, извините за такую тавтологию, он потенциальный врун и обманщик. Ну, в твоей мере, это относится к 99, наверное, процентам политиков. Поэтому не стоит так вслепо доверять и идеализировать своих кандидатов, чтобы переходить на личности в общении со своими друзьями. Собственно, вот такие мои соображения за несколько дней до второго тура. Я пока что думаю. Мне очень интересно, что вы напишите по поводу данного ролика в комментариях. Пожалуйста, только не пишите мне, что там, если не Порошенко, то кто? Или там, что Зеленский спаситель Украины? То есть, пишите какие-то аргументы. Мне как бы интересно ваше мнение. Будете ли голосовать? Не будете? За кого? И так дальше. То есть, давайте пообщаемся. Хотя бы на уровне комментариев. И, конечно же, давайте без взаимных каких-то оскорблений. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока. Продолжение следует.